Использование земель с сельхозназначением, осуществление муниципального контроля, предоставление участков многодетным семьям. Почему в одних районах и городах эти вопросы решаются успешно, а в других оборачиваются чередой проблем, обсудили на общественном совете. Каждая молодая семья мечтает получить земельный участок ближе к тому месту, где проживает. Пожелания двух семей из Чебоксарского района сбылись прямо на заседании общественного совета. Надежде Доброхотовой и Елене Жучковой вручили сертификаты на земельные участки. В этом муниципалитете трудностей с предоставлением земли многодетным нет. На сегодняшний день у нас в очереди на получение земельных участков для многодетных семей. В списке остается, ну скажем так, двое, две семьи. Две семьи остальных, мы фактически, остальным семьям мы почти выделили земельные участки, нашли земельные участки и предоставили земельные участки. Для строительства индивидуальных жилых домов. Вот для выделения земельных участков мы формировали земельные участки специально в границах населенного пункта. У нас там электроэнергия подведена на эти участки. Потом дороги частично тоже подведены к этим участкам, сформированы. По водоснабжению тоже сказать, можно где-то на процентов 70 тоже обеспечены эти участки водоснабжением. Вот этим занимаемся. На сегодняшний день, я уже сказал, остаются у нас две семьи. Фактически для них тоже мы земельные участки подобрали. Единственное, сейчас нужно их согласие. Если они согласны взять эти земельные участки, как таковой проблем нет. На сегодняшний день в республике 60% многодетных семей обеспечены землями. На сегодняшний день все многодетных семей обеспечили земельными участками. Это Алатарский район и Шумуршинский район. Достаточно высокий процент обеспеченности у нас достигнут также в ряде муниципальных образований. Сегодня это Канажский район, 99% обеспечен многодетных семей земельными участками. Парецкий район, 98%. Козловский район, 97%. Аликовский, 94%. И ряд районов, также высокий процент, это Батаревский, Шумерлинский и город Алатарь. Есть, конечно, на сегодняшний день муниципальное образование с достаточно низким процентом обеспеченности земельными участками многодетных. Это у нас город Новочебоксарск, город Шумерля, город Чебоксар и Цивильский район. Где-то в среднем 35-36% обеспеченности всего. Работа эта непростая. Основная проблема в том, что администрации своевременно не формируют достаточное количество земельных участков, пригодных для строительства домов. И когда возникает в этом потребность, многодетным семьям приходится ждать. А в Ядре не вовсе. Молодым семьям предоставили неподготовленные участки. Там оказались какие-то строения и деревья. Сейчас нарушения устраняют. В муниципалитетах с низкими показателями разработаны дорожные карты мероприятий. Еще один важный земельный вопрос, который предстоит решить в ближайшие годы, это сокращение количества необрабатываемых земель сельхозназначения. Таких в Чувашии 45 тысяч гектаров. Правительствам региона поставлена задача ввести их в оборот до 2021 года. Контролировать выполнение будут на уровне муниципалитетов. Необходимо находить инвесторов, людей, которые хотят и могут работать на земле. План на этот год – освоить 18 тысяч гектаров.